Сейчас, когда отечественный мейнстрим ударился во всевозможные житейские истории с любовными многогранниками и нотками мелодраматического юмора, делать криминальную драму означает идти против течения. Создатели фильма «Поцелуи падших ангелов», впрочем, считают, что своей работой они не портят проторенную дорожку. Я думаю, что это произведение находится в рамках между Калиной Красной и Крестным Отцом. В данном случае он выглядит достойным, потому что он, как бы вам сказать, нереалистичный, он реальный материал. Здесь видно, что в основу положена судьба, и это судьба без приукрас. И от этого есть колоссальное обаяние в материале, потому что, когда фантазируют, когда создают что-то, пытаются чем-то удивить, это всегда видно. Главный герой картины вынужден бороться со своим прошлым. Оно преследует его по пятам, отнимая покой и больно ударяя по близким людям. В главной роли Женя Сидихин, известный актер, наша звезда, он даже психофизически, на мой взгляд, очень точно попадает в нашего героя, сильного мужчину, скажем так, сильный мужчина с мозгами. Я еще до конца этого не понял, я еще до конца с этим не согласен, что значит криминал не отпускает. Я думаю, гораздо сложнее и гораздо интереснее, чем такие однозначные формулировки. Вот ему захотелось нормальной человеческой жизни. А какая она нормальная человеческая жизнь этого человека? Какого-то безумства такого Рамо и Джульетты здесь нет. Какого-то такого патриотизма безумного тоже здесь нет. Это история о людях, которые цепляются друг за друга как-то, как за соломинку, как за жизнь, как за что-то важное, вдруг ставшее для них какую-то минуту важным. Если уж криминальная, то не просто драма, а сага. Авторами картины «Поцелуи падших ангелов» запланирована целая трилогия. Но все, конечно, зависит от первой ее части, вполне самостоятельного произведения, грозящего стать еще одним ярким полотном в галерее картин с бандитским уклоном.